— Никита, здравствуйте. — Здрасьте. — Никита, расскажите, в каком психическом состоянии команда заходит? Как себя чувствуете? — Плохо, если честно, вас слышно. Что лучше сделать? — Это вопрос технический. А сейчас получше, нет? — Сейчас, да, сейчас немножко получше. — Микрофон подальше или хоть не через маску? — Никита, вопрос по физическому состоянию. Как сейчас себя чувствуете? Тяжело ли на пресс-изорных играх? Потому что он говорил, что в последнее время начали большие нагрузки. — Ну, я не могу сказать за всю команду. Я себя хорошо чувствую, если честно. — Такой вопрос. Второй ему подряд. Половарь бьет в шоке в первом периоде, но упускает преимущество во втором периоде. На что это можно списать? Расслабленность или соперник прибавляет? — Да нет, это только от нас все идет. Мы расслабились, начали допускать глупые ошибки. Ну, во втором периоде у нас и в том сезоне такая проблема была. Но надо нам переламывать в этом году, чтобы не было такого. Потому что мы очень много из-за второго периода игр проиграли. — Никита, мы вас спустили во второе золото с Варакьевым и Кубышевым. Как игралось с новыми партнерами? — Да, нормально игралось, но тут еще мы ни разу вместе даже не катались. Надо химию тоже поймать. Но самое главное, что я от себя сегодня хотел увидеть, это борьба на всех 60-ти метрах площадки и, в принципе, получилось. — Спасибо. — А с чем связано, если команда прорвала в 3-4-5-5-6-6? — Да начали играть правильно, просто не форсировать в атаке. Перестали обрезаться, в принципе. Ну, просто уже не знаю, может там повезло просто больше, скорее всего. — Спасибо, Никита. — Спасибо. — Добрый вечер всем. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Виктор Николаевич, ну, комментарии по матчу? — Хороший матч получился. Нефтехимик первые два периода нам создавал неудобства. В начале атаки хорошо прессинговал, заставлял нас ошибаться. А так, в принципе, хороший получился матч. Очень хорошо, что мы сегодня выиграли с таким счетом. Ребята чувствуют уверенность, чувствуют друг друга, взаимодействие друг с другом. То есть много было хороших вещей сегодня. Виктор Николаевич, сегодня, соответственно, Мани был переведен в первую тройку. Получилось, в принципе, отбил. На ваш взгляд, вот этот шаг он сработал? — Ну, как бы, а как вы думаете? В принципе, ребята результативно сегодня сыграли. И Мани забил два гола. И, в принципе, эта тройка сегодня хорошо выделила. Нас во всем она устраивает. — Спасибо. — Скажите, пожалуйста, вот на тренерском штабе, потому что официально не было объявлено кто за что отвечает. Расскажите, какая у вас зона ответственности и у других тренеров? Интересно узнать. — Ну, у меня зона ответственности большинство и, как бы, работа с нападающими. А так мы, в принципе, все делаем совместно, да, никаких секретов нет. Делимся мнениями, какими-то идеями. Так что, как-то так. — Расскажите об обстановке в тренерском штабе. Потому что, ну, бытует мнение, что у Салавата есть четыре главных тренера, и им между собой тяжело найти взаимосвязь. Это так? — Нет, вы знаете, это ошибочно. Те, кто это говорит, у нас хорошие, нормальные рабочие отношения. Мы все профессионалы, мы все понимаем, что у нас Томми главный тренер, и наша задача ему помогать, и помогать команде, и выигрывать игры. — Очень часто походят тренировочный процесс. Команда меняется, да, у ребят постоянно меняются партнеры. Не боитесь, что, ну, на первом этапе у команды тут будет сыграться? — Вы знаете, не боимся. Потому что сейчас то время, когда мы можем все взаимосочетания проверить, мы можем проверить всех ребят, дав им разные амплуа, в разные варианты, как проверяем ребят в большинстве, так и в меньшинстве. Поэтому на то и есть предсезонная подготовка и предсезонные турниры. — Пока что не играл за салт-плеер Родион Амиров. Вчера этот вопрос задал о том, что не получилось ему дословно перевести. Вы дают мнение, что Амиров — это игрок топ-6. И играя в третьем-четвертом звене, он потеряется. Но мы видим, что в первых звенях у Салавата практически все сформировано с этим вопросом. А если место в составе Амирова, вы не сможете салат-плеер его правильно использовать? — Вы знаете, согласен. У нас будет не проблема, а у нас будет вопрос такой непростой. У нас очень много хороших квалифицированных нападающих, в том числе и Родион. То, что касается того, что он не смог сегодня сыграть, да, мы думали об этом, но им нужно было сдать тест на коронавирус после приезда с молодежной сборной, поэтому он сегодня только не был в составе. А то, что он игрок хороший, спору нет. Но остальное все в его руках. У нас, в принципе, опять же повторюсь, много хороших нападающих, и у нас будет здоровая и хорошая конкуренция. То есть, если он пробьется, да, выиграет эту конкуренцию, он должен играть в составе. — Виктор, вы за всю историю хоккея один из, наверное, умнейших в игровом плане хоккеистов. Хотелось бы узнать, кого бы вы за игровой интеллект в Салавайке могли сейчас похвалить? В том числе за сегодняшний матч, в том числе и среди молодых. — Вы знаете, опять же, кого-то выделять одного будет нечестно и неправильно, тем более после такой победы, который... — Второй ряд. — Что-что? Не расслышал. — Второй ряд можно назвать игроков. — Да ряд, если честно, можно с первого до последнего называть. Но это не совсем будет правильно, если я кого-то выделю. У нас побеждает команда, и у нас и проигрывает команда. У нас, опять же, да, очень хороший подбор нападающих, которые могут исполнить, которые могут отдать, которые могут поддержать шагу, пойти в обводку. То есть очень много хороших, качественных игроков. — Спасибо. Еще вопросы? — В свое время вы были капитаном «Золотого Салавата». Спустя 10 лет, можно сказать, вернулись уже в качестве тренера. Какие эмоции от перехода, от возвращения в Салават? — Вы знаете, эмоции только приятные и позитивные. Спасибо большое руководству, да, то, что пригласили меня в Салават Юлаев. Не буду скрывать это, ну, не буду лукавить это. Для меня Салават Юлаев всегда был не родной командой, но той командой, которой у меня очень много приятных и хороших воспоминаний. И тот выигрыш Кубка Гагарина — один из них. В принципе, как здесь болеют за команду, как тут переживают за команду, как здесь любят хоккей, таких городов мало в КХЛ. То есть это хоккейный город и всегда приятно. Даже работая в «Магнитке», играя в другие команды, всегда было приятно в Уфу приезжать, потому что всегда болельщики болели очень сильно за Салават Юлаев. — Спасибо. — Есть вопрос по игре. Получил, как я понимаю, повреждение из Советской, перестал выходить. Вопрос, что с ним? И перевели вы его к Магнитке во вторую пару. Насколько довольны тем его взаимодействием после принятия Салават Юлаев? — Ну, вы знаете, сегодня такая была игра непростая, да, поэтому, особенно в начале первого периода, где-то он с чем-то не справился. Но мы как бы по горячим следам сейчас не хотелось бы идти. Нужно проанализировать, посмотреть видео и потом уже что-то там говорить. В принципе, опять же, выделять кого-то или говорить, что кто-то там плохо играл, это после такой победы не совсем корректно. Выигрывала команда, и все молодцы. — А по лесовцу там что-то серьезное? — Нет. Пока информации нет, но ничего серьезное. — Вопросов больше нет, спасибо большое. — Все, спасибо вам, ребят, большое. До свидания. — До свидания. — Да, заслышу. — Да, остановились на том, что вы спустили сборку. — Хабиба не видел? — Хабиба не видел. — Хабиба не видел. К сожалению. — Ну, Шакир, по ходу матча увеличивает, да, игровое время из-за того, что травмировался Евгений Саец. — Насколько, ну, удобно было играть с Паниным и доволен тем, сколько сегодня проявили на игре? — Игровым временем, конечно, доволен. Сегодня давали играть. Честно говоря, без разницы, с кем тебя ставят. С каждым игроком нужно сыгрываться, нужно разговаривать с ним. Нужно создавать какую-то некую химию. И нужно радоваться тому, что просто тебе дают играть. — Сегодня был момент. Ну, голевая передача, можно сказать, не куча. Но вы отдавали вперед пас на Башкирова. Его перехватили. Потом Башкиров шайбу набрал, отдал на пике, но он тут зайдет. Там у вас первый пас не получился? Или просто планировали сюда подальше? Дальше как раз движение шайбы проще? — Все началось в нашей зоне. Наш центральный нападающий меня перевел. Я начал двигаться вперед и высмотрел передачу. Хотел отдать сначала на край, но там игрок у нас уже крайне убежал. Центральный наш побежал по центру. Я хотел ему коротенький пас подать, но там немного… Сделал клюшку соперника, она перескочила. И там уже наши игроки поборолись. И отскребли шайбу, забили гол. — Здравствуйте, Шакир. — Здравствуйте. — Скажите, пожалуйста, вот сборный, сборный, как тебя и лайк? Ну и Толпарский. — Да. Ну ребята поехали в сборную, наверное, с целями закрепиться в этой команде, показать себя. И я считаю, что все себя показали достойно, хорошо. Показали все свои лучшие качества. И никто не выделялся в какую-то плохую сторону. А хорошую? Скажите, только они. Он с вами голом стелил вопрос, да? Ну да, такие голы нечастные мы видим. Он посмелился, и у него это получилось. То есть это тоже зависит от игрока, от смелости, от храбрости и, конечно, психологии. У него совсем, видимо, все в порядке, поэтому у него получилось. — Какие впечатления от тренеров? — Впечатления только положительные. Процесс тренировок очень довольно-таки интересный. Много игровых таких упражнений на взаимодействие. Что понравилось даже, то, что постоянно просит общаться защитника четвертым игроком. Ну а так вообще по тактике, стратегии игры все довольно-таки понравилось. — Как у ребят дела? Все в социальности здоровье у других игроков? — Да, вчера после обеда прилетели. Сегодня утром сдавали тест на коронавирус. В принципе, все живы-здоровы, готовы к тренировкам, к играм. — Сакир, за счет чего эти слова так много запросили? — Ну, во-первых, наверное, за счет командной игры, за счет желания, за счет того, что выполнили установку тренера. Вчера после первого периода был такой же счет. И сегодня уже, наверное, исправили ошибки и стали играть построже. В третьем периоде команда уже вышла. Не скажу то, что сели в оборону. Наоборот, играли правильно, получали удовольствие. И от этого даже от правильной игры пришли еще и делали. — Спасибо большое. — Спасибо большое.